Приближается главный школьный праздник 1 сентября. Самый важный вопрос, который сейчас интересует школьников и их родителей, каким образом будет организовано обучение в связи с введенными ограничительными мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Как стало известно на брифинге, который прошел в Департаменте образования, культуры и спорта, учебный год начнется, как и положено, в День знаний. Первая школа – одна из крупнейших в городе. Здесь обучается больше 900 учащихся. В этом году в связи с ремонтом ученики и педагоги временно разместятся в зданиях других школ и будут учиться во вторую смену. Мы приступаем к обучению в очень необычных условиях. У нас в этом году проводится ремонт. Ремонт масштабный, большой. И в течение сентября обучение будет проводиться в двух учебных заведениях. Это имеется в виду Нининская школа-интернат, в которой у нас будет проводиться обучение первых и четвертых классов в первую и вторую смену. И все остальные классы с пятого по одиннадцатый будут обучаться во вторую смену с 14 часов в школе номер 4. Для учащихся третьей школы 1 сентября в этом году станет особенным. Откроет дверь и новое здание. Здесь будут обучаться почти 650 человек. Чтобы избежать массового скопления учащихся при входе в школу, мы решили соблюсти необходимые нормы и правила. Поэтому будет составлено специальное расписание, по которому ребята будут приходить в школу. Это будет удобно для проведения обязательной термометрии. Уроки будут по 30 минут. В начальных классах будет 4 урока, в старших классах по 5 уроков. Питание будет в новой большой столовой, которая рассчитана на 200 посадочных мест. Расписание уроков уже составлено с учетом питания и с учетом прихода и ухода детей из школы. Генеральная уборка в помещениях будет проводиться не реже одного раза в неделю. А также регулярное проветривание классов в отсутствии детей. Уроки в сентябре текущего года будут длиться по 30 минут. Рекомендовано в сентябре месяце всем школам для начальной школы проводить, для того, чтобы постепенно войти в учебный процесс, проводить по 4 урока. А для основной школы по 5 уроков. Соответственно, еще хотелось бы здесь отметить, что уроки будут по 30 минут. Использовать маски дети и педагоги смогут на свое усмотрение. А вот работники пищеблоков будут работать только в масках и перчатках. Измерение температуры на входе для всех будет обязательным. Если у ребенка будет температура выше 37 градусов, его изолируют и сообщат родителям. Также в школах будет организовано расписание и кабинетная система. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, а учителя будут переходить из класса в класс. Это не касается предметов, по которым нужно специальное оборудование. Уроки химии, физики, информатики, физкультуры. Количество детей в помещениях регламентировано. На одного ребенка должно приходиться не менее 2,5 квадратных метров. Составлено специальное расписание уроков, рекомендовано учреждениям, и расписание перемен. Разное время начала уроков и перемен позволит не допустить скопления школьников в столовых, коридорах и на входах в образовательное учреждение. Занятия не должны начинаться ранее, чем в 8 часов утра. Таким же образом будет организовано и обучение в учреждениях профессионального образования. Детские сады откроются в штатном режиме. Онлайн-обучение все еще не исключается из процесса получения знаний. По рекомендации Министерства просвещения и Роспотребнадзора, оно будет использоваться для проведения факультативов. Что касается групп продлевного дня, то обучение начнется 1 октября.